Я вас приветствую, уважаемые коллеги. Наша постоянная рубрика «Кадровый консалтинг» набирает свои обороты. Это интересно, это достойно. Значит, у нас с вами начинает потихоньку получаться выстраивать структуру, выстраивать подразделения, коммуникации, взаимосвязи. Значит, компания будет работать лучше, и люди будут себя чувствовать гораздо комфортнее в тех обстоятельствах или в тех условиях, которые вы им организуете, и вы постоянно и достойно будете повышать свой коммуникативный навык при общении с коллегами, с руководством. Ну и, собственно говоря, по жизни это дает огромное преимущество быть самодостаточным, спокойным, уравновешенным и точно понимать, что вы делаете в данный момент времени. Итак, мы с вами начинаем. У меня есть наемный работник, который работает у меня довольно долго. Честный, аккуратный. Последние полгода с ним сложности. Опаздывает на работу почти каждый день. Выдает сопротивление и несогласие с чем-то, что я ему поручаю. Плюсом его раздражение и несогласие порождает то, что все время ломается дорогостоящая техника, на которой он работает. Это вызывает дорогой ремонт и простой в работе. Я изменила порядок работы с ним в последнее время. Когда собираюсь дать поручение, с которым сотрудник не согласен, перед тем звоню сотруднику, возможности личной встречи у меня нет, и проговариваю, что надо делать то-то и то-то. И потом даю какой-то результат. Быстро сделайте, раньше закончится рабочий день. Или в субботу вы не работаете. Вы молодец, вы можете это качественно сделать и так далее. Вы знаете, в таких ситуациях обычно присутствует кто-то зримый, незримый, вернее третий, кто оказывает вот такое непростое, ну, скорее всего, можно даже сказать, пагубное влияние на ваши рабочие взаимоотношения. Значит, кто-то рассказывает человеку о том, что то ли вы недостаточно платите, то ли слишком много он работает, то ли еще какой-то казус происходит, но это происходит постоянно. Вы чем больше будете давать уступок, поблажек, тем в большей степени будете вызывать сопротивление. Вам нужно обязательно прояснить причину. Обычно это супруги и супруга. Это те люди, которые имеют близкий доступ и имеют постоянное, достойное, такое даже не перманентное, а именно постоянное воздействие из расчета недовольства. И сравнительный какой-то проводит анализ или какой-то пример приводит, вот там-то лучше, работает меньше, получает больше. Вы не пытаетесь задобрить, вы пытаетесь прояснить причину, потому что в данной ситуации пока не будет прояснена причина, кто же является тот третий, который оказывает такое патологическое состояние. Может, там в семье что-то не так, может, там родители в чем-то нуждаются, а он не может это обеспечить. То ли рассказывают о том, что с его золотыми руками можно оказаться где-то на лучшем месте. Но это именно третий элемент, третий человек, которого вы, то ли, на которого, вернее, вы не обращаете внимания, но он имеет большую власть, такую именно ментально-эмоциональную, управлять данным вашим работником. И это сопротивление каждый раз будет фиксироваться им. Знаете, как мама обычно говорит, я же тебе говорила, что это так. То есть фиксация его внимания происходит на ваших недостатках и на каких-то мифических, хороших, лучших условиях. Сначала вам нужно прояснить эту причину, то есть человека, а потом уже принимать самостоятельное решение, насколько вы готовы или не готовы, вновь открывшись в обстоятельствах или условиях, находиться вместе с данным вашим сотрудником. После пандемии компания оставила удаленку, как один из форматов работы. До этого был только офис. Для поддержания сплоченности команды организовывали онлайн-мероприятия разной направленности от игр до встреч с Эмелье по выбору вина. Но все равно заметно, что команды стали менее сплоченными, коллеги реже откликаются и поддерживают друг друга. Что еще может сделать HR для увеличения сплоченности? Какая-то достаточно серьезная идея должна присутствовать в командной работе, которая объединяла бы именно продолжительностью, именно вот таким внутренним мотивационным моментом, когда каждый человек в данной своей идее чувствовал поддержку, опору, перспективу, любой информационный шум, который оказывает, хотим мы того или не хотим на нас влияние, он бы в меньшей степени беспокоил или в меньшей степени фокус внимания был бы на него обращен, коль люди, объединившись какой-то достаточно серьезной идеей, которая нужна, кстати, и тому же HR, как мотиватору внутреннему в коллективе, постоянно с разных сторон, с разных взглядов, с разных точек зрения тех сотрудников, с которыми вы работаете, то есть ваш рассказ, ваше участие, оно всегда должно слышаться человеком, с которым вы общаетесь, именно с его точки зрения, для того, чтобы он успокаивался. Кому-то нужно внимание, кому-то нужны деньги, кому-то нужна поддержка, кому-то нужна, я не знаю, какая-то перспектива в собственной гениальности, в собственной продуктивности, то есть HR — это, собственно, человек, коммуникатор, который умеет качественно и быстро обрабатывать информацию и сразу же переводить ее в мотивационные действия, которые и дают человеку через слово, через сообщение именно тот вектор внимания, именно то направление, в котором он даже сам иногда может и не осознавать, очень заинтересован. Любую команду, любое сообщество, любую группу лиц держит какая-то очень достойная идея, которая, если распаковать, если ее структурно разделить, то устроит всех, а в совокупе это общая, достойная, перспективная, по времени, достаточно продолжительный промежуток, длящаяся именно идея. И кто-то этой идеей не только должен управлять, но и как-то структурировать каждого участника данного проекта или данной группы лиц, или данного отдела. После оттока квалифицированных кадров из России стало сложнее как набирать специалистов, так и удерживать. Многие смотрят в сторону иностранных работодателей либо с целью переезда, либо жить в России, а работать на иностранную компанию. У нас в компании есть обучение, ДМС, дополнительные бонусы. Как еще можно привлечь квалифицированных кандидатов? Ну, хотим мы того или не хотим, это все-таки какой-то такой больше чисто национальный, какой-то мотивационный момент должен быть, раз. Во-вторых, уважение, которое человек хотел бы, если он классный специалист, оно должно присутствовать в вашем общении. И, в принципе, всегда нужно обсуждать с человеком, даже в рамках рабочих процессов, какие-то личные его задачки, проблемки. Это должно быть, конечно, инкогнито, это должно быть всегда без афиширования, но тем не менее. То есть человек сейчас, в данный момент времени, если занимается 80% своей жизни, работой, специализацией, обучением, то это классно, это замечательно, это масса, но это выгорание со временем, то есть у каждого из нас есть внутренние потребности, которые мы так или иначе хотели бы просто реализовать. Мы не особо осознаем, какие они, но они нас тревожат, откуда и выходит стрессовое состояние, там какая-то неудовлетворенность, какое-то депрессионное, унылое состояние. И это говорит о том, что нужно это все прояснять, потому что в противном случае трудоголизм всегда приводит в двух направлениях работать. Или человек просто подчиняется, и он становится исполнительным, таким бэк-офисом, и никакой инициативы вы от него не дождетесь, но это просто человек, который выполняет какое-то, или участвует в каком-то процессе, и в более высокий порядок, более высокий процесс его не интересует. Он надломился, и ему все равно, главное с утра до ночи, и там до вечера, и дайте мне ту зарплату, и все. Значит, этот внутренний человек сломался, его больше ничего не интересует, как просто выживание, как просто проживание там от Нового года до майских праздников, от майских праздников до отпуска, там от поездки до поездки, ну вот как-то так примитивно и просто. Это люди хорошие, исполнители, но инициативы вы от них не дождетесь. Какой-то поддержки, какого-то быстрого принятого решения, каких-то очень скоординированных действий, тоже этого не будет. Они пассивны. Если вам нужны активные люди, то есть те, которые чем-то интересуются, те, которые познают что-то, те, которые хотели бы что-то преодолеть, чему-то обучиться, этих людей нужно поддерживать. И это природное качество, услышьте, пожалуйста, это природное качество всегда будет стремиться к чему-то большему, к чему-то более глобальному, к чему-то более такому основательному. И с периодичностью, а у каждого из нас у нас есть своя цикличность, интерес будет падать, потому что какая-то есть усталость, какая-то есть обыденность уже, и хотелось бы чего-то нового. Вот за этим нужно следить очень серьезно, то есть вовремя переключать внимание такого человека, ну и плюсом поддерживать, плюсом, не зря же в нашем государстве сейчас такая достойно представленная национальная программа. И вот с каким-то таким мотивационным форматом, с каким-то таким душевным разговором нужно проводить параллель о том, что если вы приезжаете в Европу, то вы абсолютно зависимые люди, и там нужно потратить минимум пять лет на становление какого-то вашего должностного регламента или каких-то перспектив, то здесь, собственно говоря, если мы все вместе соберемся и дружненько в нашу хорошую, достойную компанию будем вкладываться, то мы и это здесь можем получить. И, собственно говоря, и законы мы здесь знаем, и ментальность у нас здесь своя, и мы тут друг друга знаем, то есть плечо к плечу можем. Вот эта, знаете, как синхронизированная команда, она не выстраивается за один день. Ее важно выстраивать ежедневно. Вот в чем проблема, собственно говоря, всех руководителей, HR в том числе, они выполняют регламент бумажный, но никогда не хотят разбираться в эмоциональном, таком мотивационном внутреннем мире человека. У нас он, я вас уверяю, достаточно богат, и это богатство тоже нужно раскрывать. А если только требовать рабочие процессы, если только требовать ответственные какие-то поступки, решения, продажи, перспективу, то человеку это все надоедает, потому что в нем перестают видеть этого человека. Одни ломаются, а другие просто искусственным путем, оставляя одну компанию, пытаются найти какие-то эмоциональные внутренние драйвы, там триггеры, я не знаю, как хотите это называйте. Но для того, чтобы включиться в жизнь, это вот такая внешняя точка сопротивления, которую человек привык преодолевать, и для него это важно. Это его природное качество. И вот всем HR, в принципе, которые хотели бы удержать достойных сотрудников своей компании, нужно, во-первых, отследить, во-вторых, вовремя предлагать, то есть сделать до момента, условно, там за месяц, за два, когда вы видите, что человек уже начинает, условно, если по-русски сказать, маяться. То есть нужно предугадывать, нужно решать ситуацию до, а не позволять энтропии ее разрушать. И когда человек уже доходит до определенной точки, ему уже все равно, потому что такие люди принимают решения самостоятельно. И если это решение никак не будет коррелироваться с тем, что хотели бы вы и ваша компания, то он однозначно уйдет, как бы ему ни было тяжело, неприятно. То есть эмоционально такие люди принимают решения крайне редко. Они очень конкретны, они не могут без нового какого-то продвижения, они не могут без новых результатов, и эти результаты нужно достараться им обеспечить. И тогда никогда никто никуда не уйдет. Ирина Николаевна, добрый день. Добрый. В компании около 1200 сотрудников. Большинство сейчас работает на удаленке. Возросла нагрузка на ИЧАР, так как для мониторинга состояния стало много встреч. ИЧАР-сотрудник. Со временем частично эти задачи взяли на себя руководители подразделений. Но все равно нагрузка остается большой, особенно с теми, кто релацировался. А отдел ИЧАР расширять не будут. Что еще можно сделать? Ну, наверное, все-таки более серьезно подойти к природным качествам или способностям человека, каждого отдела. Во-вторых, структурно все-таки пытаться ими руководить или мониторить, для того, чтобы опять-таки предугадывать, нежели чем последствия аннулировать или закрывать, или как-то пытаться оккупировать их. Когда вы достаточно долго работаете в компании, то у вас сначала складывается ваша субъективная оценка того или иного сотрудника, или вы читаете отчеты, допустим, своих подчиненных и делаете вывод очень субъективный. А нужно делать контексты, объективные выводы. То есть по показателям раз, потом проще найти причину одного или другого человека, значит, что-то случилось, и с одним человеком в том или ином проекте можно провести беседу, потому что вы читаете статистику. Статистика на самом деле классная штука, потому что она сразу показывает общую объективную ситуацию, и можно всегда оккупировать одного-двух людей, которые, может быть, по их личным каким-то проблемкам, задачкам, может там что-то еще у них происходит в жизни, потому что сейчас достаточно много людей в ипотеках, во всевозможных каких-то нерешенных своих семейных, каких-то личностных задачках. Всем чего-то больше хочется, а достаточно серьезно идет давление, потому что дисциплина, нахождение дома на удаленке – это тоже факт. Эти можно поработать. Кто-то работает, допустим, вечером лучше, нежели чем утром. Вот эти маленькие нюансы, а вся жизнь наша состоит из этих пресловутых нюансов, их нужно отслеживать, то есть работы не так на самом деле много, если выстроить правильно внешние сигналы или те сигналы, которые приходят у вас из подразделения. И чары, люди, которые идут на такие должности, они очень хорошие эмпаты, по идее, должны быть, очень хорошие интуиты. И вот если вы будете в спокойном, достойном, хорошем, размеренном состоянии находиться и заниматься статистически такими исследовательскими работами постоянно, там условно два часа в день, то вы просто наработаете в себе новый навык считывать контекстную систему из расчета именно показателей. А потом, когда уже показатели начнут как-то шалить или выходить за рамки, вам проще будет, то есть это следующий навык пойдет, когда вы будете понимать, что вот тут это работает вот так, а здесь работает вот так. То есть ваши управленческие навыки будут расти ежедневно, но самое главное условие, которое нужно принять каждому и чару, это выключить собственные эмоции, никогда не против кого не воевать, не дружить, не противопоставляться, а быть абсолютно объективным человеком, то есть видеть основную идею, видеть основной процесс. И в этом процессе разбираться не в том, кто кому что сказал, а в продуктивности людей, которые работают вместе. Если что-то не так получается, то проще заменить людей в паре, в тройке, в пятерке, в зависимости от отдела и в зависимости от задачи. То есть коммуникационная внутренняя организация зависит именно от вас. И вот когда вы смотрите на показатели, это тоже эксперимент, это не в плане над людьми, а в плане над процессом, что-то людей должно объединять, хотим мы или не хотим, в принципе даже на работе. Кому-то интересно, кому-то не очень. И не нужно создавать искусственные конкуренции, это тоже очень важно. То есть не должно быть показательно избранных людей. Если даже такое появляется, то каждому, кто бы заинтересовался, почему получилось так, должны быть абсолютно показаны те результаты, которых человек добился. То есть приоритетность в вашей работе должна быть на результативность, на объективность и на вашу, ну, наверное, годик усердия и дисциплины, чтобы вы научились считывать всю ту большую вашу организацию, в которой вы работаете. Ну, естественно, подбирать таких же себе сотрудников, с которыми бы вы разговаривали на одном языке. Вам гораздо проще будет поделить любую структуру на какие-то квадратики, на какие-то там подразделения и считывать, понимая, что не так все сложно, не накручивайте себя никогда. Люди в принципе типажные. И если рассмотреть типажи, если знать их природу, то им гораздо проще без давления, без какого бы то ни было такого насильственного воздействия, управиться, и люди будут довольны, и вам будет комфортно с ними работать. Добрый день, Ирина Николаевна. Добрый. Раньше в компании была индексация каждый год на размер инфляции как минимум. Последние два года индексации не было, зарплаты не поднимают. Говорят, что ситуация такая. А что можно сделать, чтобы повысить зарплату? Я, наверное, скажу для вас парадоксальные вещи, но то есть зарплату будут... Действительно сейчас ситуация, если брать общую ситуацию, она напряженная. Ресурсная система как-то немножко подшатывается. Достаточно давно уже. Ни один собственник компании не хотел бы урезать свои доходы. Никто бы не хотел чем-то жертвовать. Это уже такая ментальная установка у нас присутствует за почти 30 лет бизнеса, развития в России. Но тем не менее, да, компания в лице человека, в лице первых, вторых, третьих руководителей всегда будут, хотим мы того или не хотим, но заинтересованы в том, чтобы компания была прибыльной раз. Во-вторых, чтобы один сотрудник был нагружен желательно по максимуму и выдавал столько, сколько от него ждут, а не столько, сколько он посчитает возможным. То есть конфликтная ситуация на тему зарплаты, она, конечно, может происходить, но это не очень актуально, потому что рычаги управления и влияние руководства на вас гораздо больше, нежели чем у сотрудника на компанию. Это первое. Второе, если мы говорим о том, чтобы вы хотели обратить на себя внимание, то тогда вам нужно сокращать, то есть улучшать, изменять, новационно как-то участвовать, как-то стартапить все ваши те проекты, в которых вы достаточно долго и длительно чем-то занимаетесь. То есть нужно включать креатив, нужно включать какую-то комбинаторику, для того, чтобы обратить на себя внимание. Руководство не будет обращать на вас внимание, не будет о вас заботиться. Как это ни парадоксально, как это может не очень приятно звучать, но выделяться очень достойно своими эффективными результатами, это единственный способ обрести любому наемному сотруднику свою стабильную, достойную, уважительную позицию в компании. Значит, коль вы занимаетесь той работой, на которой вы, или на той должности, работой, которой вы занимаетесь, вы достаточно стабильно и долго находитесь, включите креатив. Просто включите, включите какой-то инновационный момент. Попробуйте посмотреть с другой стороны на все то, что вы делаете. То есть вас должны заметить. И как только вас заметят, если ваши результаты будут соответствовать тому направлению, той такой внутренней оценки всех вышестоящих ваших руководителей, самое главное условие вы не для руководителей делаете, вы для себя делаете. То есть повышая свою квалификацию, именно включая вот этот драйв внутренний о том, что понять самое главное, что нам нужно с вами. Вы можете работать в любой компании, но как вы работаете, зависит от вас. Вот включите свое, как вы работаете, и тогда и руководство, и те собственники, управленцы, которые, собственно говоря, и создали ту компанию, в которой вы работаете, они будут вас заинтересованы. Но самое главное помнить, и никак нельзя этим кичиться, просто-напросто нельзя это отдавать. А вот такой внутренний баланс, когда заинтересованность есть с вашей стороны, заинтересованность есть от руководства, вот в этом случае и нужно очень спокойно, очень достойно садиться за стол переговоров, объясняя, насколько вы эффективно работаете, и предлагая, если это внедрение устраивает компанию, повысить вам заработную плату. Других вариантов сейчас нет и не будет, потому что претензионность не в чести, страх или противопоставление того, что вы уволитесь, ну, помучаются и чарой, все равно найдут кого-то, но ему могут поднять зарплату, а вам нет. И это нужно обязательно учитывать, как основной фактор того, что, коль уж вы два года молчали, почему должно произойти на третий год изменения, если с вашей стороны не произошло в сторону или в условия, или в процесс компании никаких качественных изменений. Но это вы смогли сделать качественные изменения. Значит, если вы здесь смогли это сделать, то вы это сможете сделать и в любой другой компании. Вот что должно вами руководить, а уж поверьте мне, ваше руководство, ваши управленцы, ваши начальники, они обязательно это отметят. Если, дай бог, все будет хорошо, то вам обязательно повысят заработную плату, а если нет, то вы со спокойной душой, с новым навыком, с той возможностью, которую вы в данных условиях, в данной компании смогли разработать, они будут востребовательны в идентичной компании, потому что рынок, в принципе, если мы смотрим на тот или иной сектор, он идентичен в основе своей, и только те компании отличаются от всех остальных, предлагающие или продукты, или услуги, именно новациями, именно какими-то очень классными фишками, очень классными, такими достойными, отличительными, то ли характеристиками, то ли уникальными услугами, то ли уникальной какой-то информацией, что и дает возможность обратить на себя или на продукт внимание. Чуть-чуть покреативьте, чуть-чуть отвлекитесь вы от того, что вас не ценят и не любят. Ценят и любят, и уважают ровно настолько, насколько вы, простите, полезны своей компании. Значит, нужно полезность чуть повысить, но это будет ваш навык. В компании он не останется, потому что это вы научитесь, это вы сможете, и тогда это будет ваша ценность. А компании придется согласиться с тем, что цены вы и то, что вы имеете, и она не будет готова с вами расстаться. Недавно принял предложение от компании и уволился с предыдущего места. После выхода оказалось, что не совсем все так, как было на собеседовании. Была недосказанность о бюрократии, о зарплате и о процессах. Можно ли как-то увидеть это на собеседовании? Отзывы о компании хорошие. Никогда вы не увидите скрытой стороны ни одной компании. Никогда. Эта вывеска всегда гораздо будет лучше, нежели чем завуалированная, завуалированная, скрытая внутренняя, как это говорят, кухня компании. Не надо никогда очаровываться теми словами, которые говорят для того, чтобы завлечь, ну, допустим, хорошего уникального сотрудника. Но это просто завлекуха. Вам придется доказывать свою уникальность, вам придется принимать те правила, которые есть в данной компании, о которых даже не было проговорено. Но, тем не менее, еще раз, вы не компанию выбираете, вы выбираете собственную перспективу. То есть, когда ведется соискателем выбор компании, то есть выбор фирмы, в которой вы будете работать, у вас должна быть на первом плане ориентира, ориентир или приоритет того, чему вы можете там научиться. Что вы можете для себя в своей специализации понять, улучшить, расширить, разнообразить разными. Потому что определенная группа лиц занимается определенной идеей, задачей, и они зацикливаются на этом. Почему вы всегда раньше говорили, приходит новичок и показывает на слабые места. Вот вы, как пришедший новичок, вы должны сразу увидеть, чему вы здесь можете научиться. Но в силу закомплексованности привычки и искусственных таких рамок, которые мы сами себе создаем, то есть мы сразу начинаем видеть те негативы, которые, те недостатки, которые нам не сказали. А вы не обратили внимание, допустим, на том же собеседовании, что вам рассказывали все самое лучшее и корректно уводили от тех вопросов, которые не устроили? Ну, давайте по жизни посмотрим. Но нет ни одной такой семьи, нет ни одной организации, нет ни одних таких дружеских, коллегиальных каких-то отношений, где не было бы мини-конфликтов, мини-трений там или в большей степени. Где есть люди, всегда есть конфликты. Кто умеет этим управлять, значит, это высококлассный, достойный управленец. Но всегда конфликты будут, всегда будет ширма, за которой будут прятаться те или иные процессы, которые не хотелось бы руководству выводить на свет Божий, как это говорят. Но в предыдущих компаниях вы работали, в будущих вы будете работать, приоритеты поменяйте. Вам нужно быть заинтересованным, чему вы можете научиться, какова там перспектива, как можно расширить свои именно профессиональные качества, а все остальное потихонечку будет подтягиваться. И самое главное, если вы не принимаете идею или какое-то направление компании, то есть вы сглотнули и согласились, то это первый шаг к тому, что компания будет с вами расставаться. Это догма, это табу. Все, что не принимается новым сотрудником или вдруг старым сотрудником, как целеполагание, как корпоративная этика, это всегда будет, за этим вернее, всегда будет следовать отторжение и увольнение. Вот в этом любому соискателю, любому будущему сотруднику нужно обязательно хорошо и достойно разбираться. Вопросы закончились. Я с вами прощаюсь. Вопросы стали глубже, интереснее, достойнее. А мне нужно готовиться, да, и чаще с вами встречаться. Пишите свои вопросы. Мы обязательно во всем разберемся. И я, наверное, все-таки не то что гарантировать буду, но тем не менее, приложу максимум своих усилий, и стараний, и знаний для того, чтобы наша с вами жизнь улучшалась качественно, длилась долго и перспектива всегда присутствовала перед нашими с вами глазами. Всего доброго.